Славься Бог! Славься Бог! Разумеете, язычи, и покоряйтесь, и покоряйтесь, я бы славен Бог! Славься Бог! Здравствуйте, отец Андрей! Часто в древних потеряках и в житиях святых говорится, что Богу нужно посвящать юность. Почему такое выделение юности, в отличие от преклонных лет? В юности человек преисполнен сил, энтузиазма, рвения. Поэтому, когда у него здоровье крепкое, когда он может много потрудиться, вот тогда и нужно трудиться Господеве. А в старости человек и хотел бы сделать что-то доброе, полезное для Бога, для церкви, а уже не в состоянии это осуществить, потому что у него нет сил ни физических, ни эмоциональных. И духовные изменения, они тоже намного медленнее происходят в зрелом возрасте, тем более в старческом. Если у человека сложились уже привычки, стереотипы, какие-то устойчивые традиции его жизни, все это вдруг изменить, пусть даже под влиянием веры, бывает очень нелегко. Поэтому, если человек с юности, с молодости занимается подвижничеством, то гораздо больше вероятности того, что он на этом пути достигнет более значимых успехов. Удивительно, что преподобный Ио Почаевский ходит в монастырь в 10 лет. Что побудило его к такому поступку? Это редкий случай вообще в истории монашества, не только украинского монашества. Но были особые обстоятельства. Прежде всего, это ярко выраженное религиозное призвание самого отрока Иоанна. Он получил, несомненно, христианское благочестивое воспитание в своей семье. Но что показательно, мы мало знаем вообще об этих его ранних годах жизни, но нигде не говорится о том, что он ушел в монастырь, оставшись сиротой. Если бы он осиротел, это было бы понятно, что некогда было деваться. А так нет. Получается, что он ушел из нормальной семьи. Он ушел от родителей, которые никак его не преследовали, которые ничего плохого ему не делали. Или, наоборот, воспитывали его в благочестии и сделали все для того, чтобы в нем проявились вот эти вот начала истинной веры. Это именно тот случай, когда настолько рано в нем проявился этот талант к Богу угождению, к вере, к молитве, что игумен монастыря у Горницкого, к которому он обратился с этой просьбой принять его в число, братья, все это моментально рассмотрел и согласился с радостью взять его в число послушников. И поскольку это было, собственно говоря, недалеко от дома его родителей, я думаю, что так или иначе они все равно об этом узнали. И если мы не видим с их стороны препятствия для его дальнейшей монашеской жизни, значит, как-то этот вопрос удалось решить. Расскажите о ранних годах подвижничества преподобного. Угурницкий монастырь сейчас малоизвестен, потому что он был совсем недавно восстановлен в селе Бабянка. Это соседнее село. Это было буквально в 2010 году. До этого он много лет был закрыт, вообще не существовал. И потому мы сейчас трудно представляем себе, насколько он был важен для православной галичины того периода, середины XVI века. Это был один из самых больших монастырей в то время. Это было более 50 человек братьев. Монастырь был хорошо укреплен. Он был похож на крепость с высокими стенами, где постоянно находились какие-то стражники, готовые оборонять монастырь. А в этом была необходимость довольно часто, потому что набеги крымских татар были бичом просто для Украины того времени. Нужно было либо вовремя убежать, чтобы остаться в живых, либо с оружием в руках защищать себя и свой монастырь. И вот именно так выступали монахи этой обители. Поэтому преподобный Иов попал в весьма благоустроенный монастырь со своими уже традициями, где он мог развиваться как личность. И это происходило в действительности. Его жизнеописатель Досифей пишет, что уже в эти первые годы своего подвига Иов проявил большие добродетели. Прежде всего это было смирение, кротость, послушание и любовь к ближним. У него была такая готовность услужить братьям, что это всех удивляло, какая в нем большая была ревность к угождению Богу и братьям. И потому его очень быстро полюбили братья этого монастыря. И впоследствии, когда ему предложили перейти в другой монастырь, с очень большой неохотой и игумен, и братья отпускали его оттуда. Да, он становится относительно рано игуменом Дубинского монастыря. Расскажите, какие обязанности игумена и связано ли как-то это с духовным возрастом, совершенством личности? По-разному бывает в жизни людей. Кого-то Господь призывает на игуменскую должность уже в преклонных летах, когда у человека накоплен большой жизненный опыт. А кому-то, как преподобному Иову, это было дано уже в молодости. В относительной молодости, конечно, потому что мы точно не знаем, как именно складывались тогда эти события. Но, во всяком случае, мы знаем, что постриг он принял еще в 12 лет, а вот священный сон он принял уже, достигнув совершеннолетия. В 30 лет он принял великую схему, и последующие 70 лет жизни он был в великой схеме. То есть ему приходилось ежедневно вычитывать то правило, которое было положено схемнику, а это очень длительное, большое, продолжительное правило. Сотни поклонов. Да, которое, я думаю, что мало кто может понести. И он это все совмещал со своими обязанностями игумена. И вот в этом Дубинском монастыре, когда он попал по приглашению князя Константина Острожского, он развернул кипучую деятельность. Мало того, что он благоустраивал сам монастырь, который в то время был просто, я бы сказал, в большом упадке. Ну, большинство монастырей в то время в Галичине были в таком состоянии, за некоторыми исключениями. И он его привел в цветущее состояние. И более того, он еще активно занимался книгоиздательской деятельностью. Именно в период его пребывания игуменом этого Дубинского монастыря, он познакомился с книгопечатником Иваном Федоровым. И их совместными трудами была издана Острожская Библия, первая полная Библия на славянском языке. Это огромный вклад. То есть руку первую Библию приложил и преподобный ее... Безусловно. Я думаю, что его влияние, его роль была очень велика. Несомненно, там, конечно, никто не умаляет роль Ивана Федорова и других его сотрудников, которые вместе с ним все это совершили, этот подвиг книгопечатания. Но, тем не менее, именно Иов Почаевский был к этому непосредственно также причастен. Так что вот эта страница его жизни, это была яркая страница, это был длительный период, около 20 лет он был игуменом этого монастыря. Это был период уже окончательного становления его как духовного лидера. И он приобрел очень большую известность по всей Галичине. И за ее пределами к нему приезжали за советом, за наставлением. Просто для общения многие люди, как простого сословия, так и очень высокопоставленные. Какая историческая обстановка окружала тогда Западную Руссию и, в частности, православие? Это был тяжелый период для православия на юго-западной Руси. И в тот момент, когда пришел в силу, можно сказать, преподобный Иов, это рубеж 16-17 столетий, это было время очень энергичной греко-католической экспансии. Собственно говоря, это было время католической экспансии, Потому что вначале иезуиты действовали на всей этой территории, вовлекая православных в эти поле зрения Папского Рима, в поле влияния, где-то начиная с 1566 года. Это уже приобрело такой массовый характер. А в 1596 году была Брестская уния, на которой уже вопрос этот приобрел окончательное выражение. И, как мы знаем, многие согласились принять эту унию с Папским Римом. И появилось такое образование, как греко-католическая церковь в Украине, которая начала себе отвоевывать пространство именно на этих территориях, прежде всего в Галичине, в Западной Украине. И преподобный Иов был одним из тех столпов православия, который активно этому сопротивлялся. И было это очень нелегко ему делать, поэтому, надо сказать, что его подвижническая святая жизнь, его решимость и просто его человеческая смелость, потому что он знал, что он сильно рисковал, выступая так явно в поддержку православия, они заслуживают величайшего восхищения. Кроме него еще были, видимо, сторонники. Кто еще поддержал православную церковь в то время и выступил в защиту ее? Князь Константин Константинович Острожский – яркая личность этого периода. Он был одним из ведущих защитников православия в Западной Украине. Он приглашал преподобного Иова в Дубинский монастырь. Он покровительствовал книгопечатанию. Не только Иван Федоров, но и многие другие деятели православия того времени пользовались его поддержкой. Те, кто писали произведения в защиту православия, они были под его патронатом. И в том числе преподобный Иов на протяжении многих лет с ним сотрудничал, хотя нельзя назвать их отношения безоблачными. Во всяком случае, когда преподобный Иов, в конце концов, покинул Дубинский монастырь, были разные причины для этого решения. Это была и мирская слава, которая начинала его тяготить. Это были и неудовольствия, явно проявляемые со стороны католического священоначалия и греко-католического. Но вместе с тем, это были определенные размолвки с князем Константином Острожским. Вот эти расхождения в их взглядах со временем становились все более явными. И преподобный Иов, в конце концов, решил, что лучше ему уединиться от этой славы, от этого положения и уйти на Почаевскую гору. Хотелось бы еще несколько слов сказать о его просветительских делах. Он выступает как просветитель в сложное время угнетения исконно-православного населения. Расскажите как раз об этом периоде, именно о просветительской его деятельности. Когда он еще был игуменом Дубенского монастыря, он занимался тем, что привлекал ученых людей к переводу творений святых отцов с греческого, с латинского языков на язык славянский, который могли читать его современники. В то время, я бы сказал, что украинский язык мало чем отличался от славянского, и потому на славянском языке можно было и общаться, и читать в очень широких пределах. Не только в Украине, то же самое касалось и России, и западных славян, и юго-западных славян, и Болгарии, и Сербии. То есть они все понимали друг друга очень хорошо. И потому это было очень актуально. Любая книга, переведенная с греческого языка впервые или с латинского на славянский язык, она тут же пускалась в оборот, приобретала очень большую популярность. Хотя, конечно, в то время это было все равно. Ограниченное книгопечатание это было довольно дорогостоящее занятие, но тем не менее это было заметным вообще делом для духовного просвещения. Это было очень важно в то время, потому что пропаганда со стороны Папского Рима велась очень активно. И тоже печатными средствами. Поэтому нужно было что-то противопоставить в защиту православия. Преподобный Иов этим занимался всю свою жизнь. Вот это, наверное, был один из самых его выдающихся подвигов. То, что он всегда покровительствовал издание новых книг. Он и сам писал литературу такого апологетического содержания в защиту православия. И, кроме того, чужие труды он также постоянно поддерживал, издавал. И в этом отношении не случайно преподобного Иова считают покровителем типографского дела вообще, и особенно православных издательств. Почему просвещение в деле веры так важно? Знание и сила. Этот афоризм является истиной. Когда человек хорошо знает основы своей веры, его очень тяжело сбить с толку, прелестить какими-то ложными учениями. И преподобный Иов тоже прекрасно это понимал. В то время вообще в Западной Украине кого только не было. Это нам сейчас кажется, что вот так много появилось разных сект и разных учений каких-то. Но в то время было то же самое. Немножко были другие названия. Но, тем не менее, в то время православие нужно было защищать не только от латинства, но также и от протестантских динаминаций, которые активно пытались внедряться. Потому что кальвинизм, лютеранство, баптизм, это все уже в то время начинало активно свою работу на нашей территории. И надо было активно этому противиться. Преподобный Иов это делал, и он понимал, что надо учить людей основам веры. Люди должны уметь дать ответ вопрошающему о вере. Потому что все равно люди, общаясь на одном языке, они обменивались какими-то своими убеждениями, своими мнениями. И если оказывалось, что православные хуже знают свою веру, они себя чувствовали уязвимыми. Они хотели знать больше, но тяжело было найти необходимую литературу. И тяжело было найти вообще образованных людей. В то время их было не так много. Вот преподобный Иов был одним из них. При всех просветительских и игуменских его делах мы больше преподобного Иова знаем как молитвенника. Расскажите, какую роль играла молитва в жизни преподобного? Ведь молитва и силы восстанавливает. С самых ранних лет в нем была заметна особая любовь к молитве, которая и привела его за монастырские стены. И в нем эта любовь осталась на всю жизнь. Причем в нем это духовное делание было настолько ярко выражено, что вот как древние святые отцы, которых Господь буквально окружал своим небесным светом во время молитвы, то же самое известно и о преподобном Иове Почаевском. Когда он уже поселился на Почаевской горе, он уединялся в пещерку, которая до сих пор сохранилась, и в ней он молился на протяжении длительных периодов. Говорят, что всю первую седмицу Великого Поста он проводил именно в этой пещере, не выходя оттуда. И известен случай, как минимум в один раз это точно зафиксировано, когда он молился в этой пещерке, оттуда исходил настолько яркий свет, что отражался на стене соседней церкви. На протяжении двух часов это видели люди. Это говорит о том, что благодать Божия настолько обильно почевала в преподобном Иове уже при жизни, что это было видно даже телесными глазами. Именно в это время, во время игуменства преподобного Иова, Почаевская обитель занимает свое такое первенствующее место в юго-западной Руси. Расскажите об этом периоде. Не нужно думать, что преподобный Иов пришел на все готовое в Почаевский монастырь. Когда он туда переселился, у него вообще не было в планах быть игуменом этого монастыря. Он просто поселился на Почаевской горе. Она довольно большая по территории, поросшая лесом в то время была. И только на вершине горы был в то время небольшой монастырь, который только-только начинал приобретать известность. Потому что буквально за 7 лет до переселения туда преподобного Иова в 1597 году помещица Анна Гойская пожертвовала земли и икону Почаевскую для этого монастыря. И когда там появился преподобный Иов, уже известный и авторитетный подвижник, и просветитель, и администратор, то братья были очень рады тому, что он там оказался рядом. И они ему сделали предложение, чтобы он возглавил эту обитель, в которой в тот момент игумена не было. И он согласился на это предложение, понимая, что сможет принести больше пользы, если будет занимать эту должность. И действительно, на протяжении его игуменства оно было длительным. Если мы посчитаем от 1604 до 1651 года, то это 46 лет он был игуменом этой обители. За это время она проделала огромную эволюцию. Было построено несколько храмов, большой главный храм и еще шесть церквей. В самом монастыре построил преподобный Иов. Кроме того, он активно занимался обустройством обители с точки зрения хозяйственной. Был вырод колодец в самом монастыре, кстати, с огромным трудом. И до сих пор этот источник воды сохраняется. А до Иова его не было. Воду приходилось носить из колодцев, которые были возле Почаевской горы. Но Анжей Ферлей, наследник Анны Гойской, он все это отнял у монастыря и земли, и колодцы. И поскольку сам он был кальвинистом, он надеялся, что такие его притеснения заставят братьев вообще разойтись. Он даже икону у них отобрал на 20 лет. Ее не было в обители. Он думал, что они не смогут выжить. И сами постепенно разбегутся. Но воля преподобного Иова была сильнее. Это был человек поистине железной воли. Не случайно у него фамилия была «Железо». Вот у него была такая хватка и терпение необыкновенное, что он сумел преодолеть все эти козни. И братья, тоже видя его пример, она сплотилась вокруг него. Таким образом, Почаевский монастырь приобретал все большую известность. И вот те самые типографские труды, просветительские, которые раньше отличали преподобного Иова, здесь они вышли на еще более высокий уровень. Во всяком случае, приобрели больший масштаб. И вот эти вот листовки, какие-то брошюрки, которые в то время издавались и потом издавались этим монастырем, они уже буквально приобрели всенародную популярность. Миллионы людей стали их читать. Почаев до сих пор основа православия в Западной Украине, что свидетельствует как раз об исконности православной церкви на этих землях. Скажите, какая роль преподобного Иова, по вашему мнению, как раз и заслуга его в этом? Его роль очень велика. Наверное, это был промысл Божий. В том, что такой выдающийся подвижник жил именно в это время, когда православие особенно нуждалось в защите. Потому что именно его непреклонность, его стойкость и его долголетие в том числе. Человек прожил сто лет и до конца своих дней оставался совершенно в здравом уме, обладая той же самой работоспособностью. Буквально последние полтора года он только устранился от игуменства. А так все это время он исполнял свои обязанности в полном объеме. Это говорит о том, что Господь его воздвиг именно как защитника православия. И после своей смерти он эту роль продолжает до сих пор исполнять. Сам факт присутствия его святых мощей в этом месте, в этой обители, говорит об истинности именно православной веры. Дети такие преподобного Иова, монахи. Ну конечно, то есть преподобный Иов все знают, что он был православным, его мощи нетленные, он по-прежнему производит множество чудес посредством молитв к этим святым его останкам. Это говорит о том, что все-таки наша вера истинна. Был интересный момент в истории, когда в 18 столетии, после смерти уже преподобного Иова, его обитель перешла в руки грехокатоликов. Более 100 лет они владели Почаевским монастырем. И за это время чудеса от мощей преподобного Иова продолжали происходить. И сами эти униаты прониклись таким уважением к преподобному Иову, что они написали ему службу с Акафистом и просили Папу Римского причислить его к лику святых. Но, разумеется, Папа отказал им в этой просьбе, потому что из истории было известно, что преподобный Иов был ревнителем православной веры. Он прославляется в народе как чудотворец. Неиссякаемый источник чудес действительно происходит из его раки. Расскажите больше о чудесах преподобного. Целые книги написаны по поводу чудес преподобного Иова Почаевского. Эти чудеса начали происходить уже при его жизни. И после его смерти, это редкий случай, обретение мощей произошло очень быстро. Всего 7 лет его останки были в земле. Потому что в то время митрополит Дионисий Балабан был обеспокоен тем, что трижды во сне являлся ему преподобный Иов с требованием, чтобы его мощи были обретены. Он вначале не доверял этим имени, но когда уже трижды они повторились, он понял, что это явно знак Божий. Он прибыл в Почаев, и вместе с угоменным Феофаном они произвели торжественное открытие гроба преподобного Иова Почаевского и увидели, что его мощи полностью нетленны. Более того, известно, что свет исходил из гроба преподобного Иова еще до открытия его святых останков. Так что, как только уже останки его были обретены, фактически это было его канонизацией. Для всенародного проставления они были открыты, и люди потянулись туда, с самых разных сторон. Многие получали исцеление, многие получили благодатную помощь от преподобного Иова Почаевского. Так что его имя, славное при жизни, стало еще более славным после его смерти. Я думаю, что, наверное, для всей Западной Украины преподобный Иов на протяжении столетий был самым почитаемым святым. Да и до сих пор, наверное. Вообще, да. Ну, сейчас, допустим, появился еще преподобный Филохий Почаевский, есть святые Карпата русские, как бы сейчас этот лик уже стал более многочисленным. Но все равно преподобный Иов остается звездой первой величины. В Почаевской лавре есть пещерка преподобного Иов, в которой он молился. Правда ли, что человек с нечистыми мыслями не сможет проникнуть в нее? Мне кажется, что это справедливое мнение. Во всяком случае, не раз я слышал о том, что люди, которые по телесной комплекции, по телосложению, вполне могли бы туда попасть, не могли туда проникнуть. Всячески пытались туда протиснуться, и какая-то сила их туда не пускала. С другой стороны, люди, казалось бы, вполне плотные и даже полные по своей телесной конституции, вполне легко туда попадали. Я сам был тоже в этой пещерке, и вот это, конечно, какое-то особое чувство от пребывания там. Понимаю, что ты находишься в том месте, где по-настоящему святой великий подвижник проводил много времени, проливал свои слезы, обращаясь ко Господу. Здесь сиял божественный свет. Вот это благодатное чувство причастности к подвигу преподобного Иова, оно охватывает паломника вот именно в этом месте по преимуществу. Хотя вся эта гора является святыней, вся лавра и соборы прекрасные, но вот именно в этой пещерке ты прикасаешься к этой древности, к этому настоящему пласту буквально истории, который уже миновал. Расскажите больше о типографском братстве преподобного Иова Почаевского. Это очень интересный момент в истории духовного просвещения 20-го уже столетия. Это братство было организовано выходцами из Почаевской лавры, которые были вынуждены эмигрировать после революции в Западную Европу. И вот в Пряшевской Руси, в Словакии, они основали типографию и братство преподобного Иова Почаевского для издания духовной литературы. Оно существовало до конца Второй мировой войны. И затем эти же самые люди, те, кто из них еще оставались в живых в то время, они переехали в Соединенные Штаты Америки, в Джордан-Вилль, где при Троицком монастыре продолжили свою деятельность. Там они тоже основали типографию. И именно эта типография издала многие из тех книг, которые во время советского безбожия, во время атеизма, во время власти коммунистов в Советском Союзе попадали к нам через железный занавес. Это такие общеизвестные книги, как «Закон Божий», «Серафима Слободского», «Грамматика славянского языка Гомановича» и многие другие книги, «Догматика отца» Михаила Помазанского. Это все было издано впервые именно там. Потом уже это перепечатывалось другими православными издательствами после распада Советского Союза. Поэтому эта роль миссионерская, катехизическая была очень велика у братства преподобного Иова Почаевского. Я думаю, что такой значительный успех их деятельности, я бы сказал, что успех в рамках вообще мирового православия, не мог бы быть достигнут без благодатной молитвенной помощи самого покровителя этого братства, преподобного Иова Почаевского. Преподобный Иов радует за просвещение и после своей кончины. Спасибо, Господь, Иосиф Дмитрий, за интересную и полезную беседу. Мы прощаемся с вами, дорогие братья и сестры. Божьей вам помощи и ангела-хранителя. Иосиф Дмитрий. Иосиф Дмитрий. Иосиф Дмитрий. Иосиф Дмитрий. Иосиф Дмитрий.